Директор по маркетингу ИДС Станислав Калашников! Директор по маркетингу ИДС Станислав! Я чувствую сейчас себя как Якутская Москва, которые там выходили два раза, тоже я был на сцене, теперь опять вышел. Я надеюсь, если мы введем третью номинацию, какую-нибудь там по работе с городами, Якутск, вы три раза выйдете подряд? Давайте громче скажите, победите три раза! А Москва победит три раза! Отлично, но на самом деле я не сомневаюсь, но дорогу-то надо молодым тоже уступать-то. Вот, но давайте шутки в сторону, давайте начинать. Меня зовут Станислав Калашников, я директор по маркетингу компании ИДС. И сегодня мы поговорим о развитии вообще рекламных инструментов. Почему рекламных инструментов? Потому что это было основное направление в моем отделе на 2023 год. Почему они так важны? Потому что мы, агрегатор, мы предоставляем системы лояльности, мы предоставляем выгоду. И все наши инструменты и рекламные инструменты, в частности, относятся к тому, что клиент получит какую-то выгоду. Правильно? Это и сертификаты, и какие-то уникальные приложения. И чем их больше, тем, соответственно, интереснее становится наше приложение. Потому что ты заходишь, и чем больше выбора, ты можешь выбрать то, что тебе интересно, куда-то можешь сходить с экономия. Или просто получив какую-то информацию. Ну и итоги года. И все-таки нужно начать немножко с итогов. Давайте какие-то итоги подведем. Общее количество скачиваний нашего приложения. 36 миллионов. Ребята, это колоссальная цифра. Действительно колоссальная. Мало кто может вообще о таких цифрах просто мечтать. У нас это есть. Количество активных пользователей. 4 миллиона человек. Это среднее значение за 2023 год. Рост за год составил 25%. А это основной показатель, на который стоит обратить внимание при продаже рекламных инструментов. При анализе бизнеса, нужно ли мне заходить в это приложение. То есть 4 миллиона человек каждый месяц стабильно пользуются и открывают наше приложение. То есть это грандиозные цифры. И рост 25% это просто, я не знаю, мы разогнались, как болит Формула-1. Нас уже все, не остановить. И я скажу, что вот те разработки рекламных концепций, рекламных инструментов, они в целом на это как раз и влияют. Потому что мы смотрим, где больше активность. Я отдельно хочу благодарность выявить Дине Шумиловой, Кирову. Давайте поаплодируем. Очень много разных, так сказать, и подборок, и тестов мы проводили. То есть очень много было контента. И теперь это лидер по активности. Точнее, город Киров стал лидером по активности пользователей в приложении UDS. Следующая интересная цифра, это, конечно же, рекламные инструменты. То есть рост по сравнению с 2022 годом составил 60%. Что это значит? Значит, наши партнеры умеют донести информацию до своих клиентов. Наши клиенты начинают повторно, и уже некоторые клиенты на год прям оплачивают рекламные кампании. Почему они оплачивают? Не потому что им это говорят, а потому что они попробовали, посмотрели, насколько это выгодно для них. И они уже готовы сразу вставать на платформу и предоставлять свои офферы нашим пользователям в течение всего года. То есть они понимают это. Многие, конечно, не понимают. И в этом есть своя такая доля правды, потому что все-таки инструменты, они на словах легкие. Но нужно продумать визуал, нужно продумать, сколько баллов дать. И это действительно такая механика, которая требует обучения немножко. Но со статистикой мы давайте закончим. Лучше перейдем как раз к действующим рекламным инструментам. Так как это итоги, очень много вопросов к нам приходят, какие рекламные инструменты есть. А объясните, как их использовать. Вот все-таки хочется их немножко, так сказать, раскрыть их больше, чтобы вы их понимали. И в дальнейшем мы скажем, что мы добавили и как это улучшили. Первый рекламный инструмент у нас Stories. Тут стоит обратить внимание, что первый рекламный инструмент я буду в порядке появления на экране говорить. Потому что все мы понимаем, да, наверное, если вот вы открываете приложение, и ваша реклама на первом месте, никуда листать ее не надо, вы ее видите прям в лоб, она максимально эффективна. То есть если вы оформите ее красиво, как-то вкусно там предоставите оффер, конверсия будет максимальная, потому что ее видят все. Все. Вот. Это первый элемент Stories. Для чего нужен вообще Stories? Когда вам нужно рассказать что-то о компании в нескольких слайдах. Недавно анализировали компанию, нашли очень интересный ресторан, который занимается стейками. И у них в карточке написано, наши стейки недоедают. Ты такой, почему недоедают? Плохие, неплохие там стейки. Но чаще остальные говорят, потому что у нас самые большие в городе стейки. Их невозможно съесть за раз. Но мы для вас все подготовили, потому что каждый клиент недоедает. Мы аккуратно их нарежем и запакуем в красивую тару. И еще соус там добавим, чтобы вы могли второй раз насладиться уже у себя дома. Классно. Вот это. Эти как раз моменты нужно раскрывать в Stories. То есть когда по слайдам открывается какая-то такая новая информация, которая тебя мотивирует прийти. И на первом слайде, ага, большой, ага, и на втором за мной поухаживают. Вот для этого нужен элемент Stories. Второй элемент — это слайдер. То есть эта информация тоже, она более такого большего формата, но их может быть несколько. То есть они сменяют друг друга. Здесь идеально подходит для того, чтобы какой-нибудь такой быстрой акции, которую все знают. Акции бывают разные. Купи два товара, один получи в подарок. Там заправься на 30 литров, два литра в подарок. То есть это идеально для того, чтобы сделать акцент на этом оффере. Но не нужно о нем как-то сильно рассказывать. Если вам все-таки нужно рассказать об этом оффере, можете взять и слайдеры Stories. То есть когда у нас есть большая картинка с нашим оффером, мы на нее нажимаем, а открывается соответственно Stories. Многие не понимают, как это должно работать. Но мы эту проблему тоже дальше решим и обговорим. И блок, обратите внимание, закрывает у нас элемент новых клиентов вашей компании. Потому что он работает с источником трафика и направлен на то, чтобы привлечь вашу компанию как можно больше новых клиентов, чтобы вы дальше с ними работали. То есть это не значит, что он направлен на какую-то суперпокупку моментально. Он нажимает, присоединяется, все отлично. Вроде инструментов много, но остался один функционал в приложении. Мы закрыли и большие фотографии, которые размещают на страницах компании. Мы их можем в Stories переиспользовать. Закрыли источник трафика, но остался один инструмент. Это какой? Сертификаты. То есть у нас они есть. Их мы можем использовать как и в Stories, но все-таки важно их структурировать, чтобы клиент заходил и такой, ага, я там источник трафика посмотрел, я в эти компании вручь вступил, мне уже это неинтересно, а что нового-то я могу увидеть для себя. И вот здесь сертификаты спасают, потому что они как направлены на новых, так и на повторные покупки. То есть клиент, который же стоит в компании, может его взять и, соответственно, прийти потратить. И первый эксперимент в 2023 году как раз заключались в выпуске подборки сертификатов, чтобы она была максимально быстрая, максимально эффективная. Скорее всего, многие из вас это видели. Видели в приложении. Похлопайте, кто видел подборку сертификатов. Да, достаточно много. Сделали его очень универсально, посмотрели конверсию, отлично работает. Если постоянная сменяемость каждые две недели есть, ну, колоссальный результат. Вот в Кирове, я не знаю, когда там не было такой подборки, чтобы не было этих сертификатов, но они всегда есть. И людям, точнее пользователям это нравится, потому что они зашли раз в неделю, выбрали какой-то нужный, на следующую неделю, допустим, заходят, а там уже новые. То есть они постоянно могут что-то выбрать и где-то сэкономить. Это был первый вариант, самый такой лайтовый, как мы его называем. Второй, это более сложный, это комплексная разработка предложений под какое-то событие, либо важный день. Когда это Черная Пятница, мы собирали там все магазины, которые предоставляют большие скидки на товары и услуги. Ну, Черная Пятница же, да? Давайте там предоставим максимально. Мне очень сильно понравилась, как эта подборка глобальная такая, с кучей всяких блоков, была реализована или в Улан-Удэ, я могу сейчас ошибаться, или в Улан-Удэ, или в Иркутске на 1 сентября. То есть там было собрано прям от и до, чтобы ребенка в школу отправить. И где рюкзак купить со скидкой, и где форму шить, и где канцелярию, и запись на дополнительные курсы, и цветы, все. То есть когда ты, я не знаю, 28 сентября в КПХ вот так начинаешь это вспоминать, что для ребенка надо, здесь решила вопрос полностью. Я заразу могу зайти и сказать, ага, вот тебе рюкзак, вот тебе цветы, вот тебе вино, нет вино, это не тебе. И все, отправить ребенку в школу. Самое главное, почему был еще максимальный, потому что эта подборка, когда выходила, по ней еще было отправлено пуш-уведомление на всю аудиторию. То есть мы говорили, посмотри комплексные предложения для первого сентября. А? Да. Вот. Здорово вообще сработало, но был вот такой знак вопросика. И кто в Сочи был, тоже его помнит. Это такое, знаете, не знаю, для меня это самое большое и самое сложное, то, что я вообще когда-либо в Юдесе там разрабатывал, и с командами, и продумывали в это, об этом, как это сделать, то есть в рамках этого эксперимента. Я на него возлагаю супер большие надежды. Я вам обещал в Сочи, что на итогах года я расскажу, но сейчас я рассказывать не буду. Мы об этом через пару слайдов узнаем. Поэтому не хочется такую, хочется сохранить интригу. И так как я уже рассказал о тех экспериментах, которые мы проводили, я сразу же скажу по плану, быстро пройдемся. Новые инструменты, подборка сертификатов. Когда она запустится? Первый вариант запустится в начале весны. Нам обещают разработчики, что в начале весны мы получим этот инструмент. Он будет прям элементарный. То есть как он будет работать? Мы заходим в рекламный кабинет, выбираем промо-сертификат. Нам предлагают уже заведомо установленные от типа бизнеса обложки для этого сертификата. Чтоб я вообще об этом не думал. Если, конечно, вам обложка не подходит, вы можете указать комментарий. Хочу либо свою, либо чтобы вы разработали. Но запускается все в один клик. Точнее, ну ладно, два клика. Мы заходим в кабинет и запускаем, обложку выбрали. Второй вариант. А, вот. И получается, что у нас рекламные инструменты покрывают все теперь. То есть весь функционал. Stories это с большими карточками. Слайдер для тех компаний, кто хочет оффер выделить. Обратите внимание через источник трафика. Подборка сертификатов для сертификатов. То есть у нас полностью все оборудовано для того, чтобы мы могли просто делать конверсию. То есть бизнес получает клиентов, партнеры получают хороший доход. А какой доход? Все, наверное, понимают. Ну, помню, да? 60% с оплаты рекламных инструментов уходит в партнерскую сеть. А чего вы не хлопаете? 60%? Это огромные деньги. Причем, как многие заметили, и проходит пролонгация дополнительная со стороны нашей компании. То есть когда мы можем позвонить компании, сказать, у вас такие-то хорошие результаты, будете пролонгировать. Те говорят, да, мы какую-то работу даже за партнеров делаем. И партнер просто просыпается, а у него на счете денежка. Ну, замечательно же. Замечательно. Что касается второго варианта. Вот, кстати, классная же картинка, да? Потому что 75% у нас, мы посмотрели, девушек было. Мы решили для девушек сделать то, что их зацепит. Размещали конверсию. Очень хорошо показала. Это прямо перед Новым годом было. Зима, холода, одинокие дома. А у нас горячие предложения. То есть этот вариант планируется, скорее всего, запустить к лету, может быть, к концу лета. Почему? Потому что он будет состоять из событийной линейки событий. Такой, да, из линейки событий. Когда вы заходите, у вас есть календарь праздников готовящихся, 23 февраля, 8 марта. День студента, еще все эти события. И вы можете принять участие в этой подборке. То есть заведомо подав заявку, я хочу вот в этом блоке разместиться, хочу сертификат, либо хочу туда сториз строить, и чтобы вы отправили потом всем пушку. То есть мы собираем полностью это приложение, укомплектовываем, отправляем пушку, и получается это такое приложение в приложении. Обычное приложение, это общее, а по пушке или же с дашборда, там с главного экрана большой баннер, открывается новый такой дашборд, который сегментирован под этот день, конкретно под этот день. То есть где предложение, допустим, как 1 сентября, либо там черная пятница. Ну а вернемся к этому эксперименту. Мне кажется, надо побольше, наверное, такое рассказать, почему мы к этому пришли и как это получилось. Когда мы со сцены или, допустим, на вебинаре, я рассказываю, как использовать те либо иные инструменты в той же самой рекламе, как ее красиво оформить, как влюбить в себя пользователя через визуал. Все это слушают, говорят, да, это классно, да, это супер, но мало кто это делает, потому что действительно это сложно. Мы провели небольшой эксперимент. Мы ничего не сказали компаниям, просто взяли несколько городов, зашли в эти компании, посмотрели отзывы, какие оставляют про эту компанию, какие они товары, выявили положительные моменты этих компаний, примерно посмотрели, сколько баллов нужно для того, чтобы эту компанию активировать. То есть мы полностью разработали такой маркетинг-инструмент для этой компании и запустили его, связавшись с предпринимателем, сказали, можно мы будем использовать вот такое количество баллов, там такой сертификат. Он говорит, да, конечно, попробуйте. Мы говорим, это для вас ничего не стоит. Он говорит, да, конечно. Запустили и получили колоссальные результаты. Почему? Вот здесь вопрос, почему получились колоссальные результаты? Потому что у нас был материал, из которого мы могли лепить в нужный момент. Когда это, допустим, пятница, мы брали сразу сертификаты заведений, куда можно вечером сходить. То есть это классный ресторан, классное еще что-то. В субботу мы с утра говорили, куда можем с ребенком, вы можете сходить. Тоже размещали, отправляли там пушки. Либо какие-то компании мы просто выделяли и рассказывали об их преимуществах, не говоря ничего о бонусной программе, чтобы человек шел туда не из-за того, что это выгодно, а из-за того, что это классное заведение. И колоссальные результаты получились. И вот здесь возникает вопрос. Для каждой компании это все отдельно. Ну вот каждая компания является какой-то уникальной. И для кого-то там разработка может занять там один день, для других у кого-то там две недели. Как назначить конечную цену на этот продукт вообще? И кто его будет, во-первых, продавать, этот продукт? Как назначить цену? Мы решили этот вопрос. И, наверное, три буквы все эти знают, но это не то, что вы подумали. Эти буквы CPA для клиентов. Кто знает, что такое CPA? Класс! Вообще офигенно! Тогда это будет прям интересная штука. Что такое CPA? Это оплата за конечные действия, когда мы разрабатываем для компании все сами. компания не платит за это ничего, то есть бизнес не плачет ничего, но она оплачивает по факту, когда мы замотивировали клиента прийти к ему в компанию, оставить, допустим, там чек на 1500 рублей, и только после этого компания нам оплачивает какие-нибудь там комиссии в районе 5-10%. Вот, то есть мы хотим разработать, это я еще раз говорю, это эксперимент, это разработка маркетинга под ключ, разработка рекламной компании маркетинговой. Это никак не будет мешать в продажах рекламы, это никак не затронет внедренцев. Это для тех компаний, которым нужно, допустим, иногда высветиться, чтобы наполнить контентом приложение. То есть, когда хочется показать, когда, допустим, места пустуют, или там между праздниками, когда приложение, ну, оно интересное, но хочется его разнообразить, вот тогда мы все это запускаем. Или, допустим, когда мы решили, а давайте розыгрыш там в Москве проведем, какой-нибудь классный там ноутбук, и у нас уже есть данные компании, мы даже можем с ней не связываться, мы можем провести розыгрыш, всех взять клиентов, которые приходили к ней в течение недели, между ними провести розыгрыш ноутбука. Классно? Классно. Мы просто потом владельцу показываем, смотри, какие результаты. Круто. Вот тебе счет выставили. Все, отлично. Владелец получает полную статистику владелец бизнеса по всем этим рекламным инструментам. Ему не важно, как они будут сделаны, эта задача уже наша. То есть это разрабатываем, мы запускаем рекламные кампании по модели Сипей. Сипей это вот, да. Это оплата именно за целевое действие. То есть вам, как владельцу бизнеса, допустим, было бы интересно, если бы я сказал, Иван, вот у тебя есть бизнес, я тебе сейчас все бесплатно сделаю, сам бесплатно сделаю рекламу, размещу, вот столько клиентов, допустим, я тебе приведу, ты с них 5% у меня. Ну, отлично, да. И это такой прям единорог для меня, потому что он требует очень больших ресурсов. Это надо анализировать, все это крутить, вертеть. Ну, я на 100% уверен и на 200% теперь уже уверен, потому что мы все это уже сделали. То есть мы сделали это, протестировали, и сейчас данный эксперимент находится уже на финальной стадии. Я надеюсь, в течение месяца вы там и мы в социальных сетях об этом напишем, посмотрите, как это будет выглядеть в Иркутске, в Улан-Удэ, ну и, может быть, Якутскую Москву мы тоже возьмем, потому что все-таки это победители, а победители, это здорово. Ну, я на самом деле уже рассказал, как работает, да, маркетинг под ключ? Всем уже все понятно, да? Мы сами все делаем, мы сами все делаем, абсолютно. Мы приносим результат компании благодаря нашим знаниям и возможностям в нужный момент показать то или иное оффер или приложение. Вот. Это как примеры промо-компании, которые мы можем, допустим, проводить. Это я просто список, которых мы оттестировали, уже сделал. Это проведение розыгрышей в городе, когда мы смотрим, что активность небольшая, месяц такой, все как бы лежат на диване, никто ничего не покупает, бах, мы проведем розыгрыш и, соответственно, поднимем активность. Там, когда мы говорим вот о компании услуги выделения, когда я сказал вот про стейки, я бы хотел эту рекламу увидеть прямо на главном экране, чтобы мне показали, какой у меня в городе, зараза, вкусный стейк, что я вообще второй раз могу поесть. Вот. Но это компания не делала, а здесь мы сделаем это за нее. Создание тематических каких-то уникальных подборок. Ну, много-много всего мы можем сделать. Самое главное, мы все сделаем за вас. Причем в этой фразе еще такой скрытый смысл. Вы сидите и думаете, а как нам это продавать? Вам это продавать не надо. Партнеры в этом не будут участвовать, именно в заключении сделки не будут участвовать, потому что все сделают наши специалисты с центрального офиса. Мы отправим вам PDF, отправим договор, все заключим, и компания, к которой мы будем делать эти рекламные инструменты, проснется и увидит, сколько клиентов мы заработали. А партнеры увидят на своем балансе еще денежки. Ура! Потому что маркетинговые выплаты в сеть, они также сохраняются. То есть вот это у меня была такая мечта, чтобы сделать так, чтобы партнеры получали еще пассивный дополнительный доход. Чтобы мы, как компания, не просто со сцены говорили, что мы... Вот сделай так, у тебя получится, а мы сами сделали и доказали этим компаниям. И чтобы они потом не говорили, что, ну, возможно, это там наши клиенты сделали, какие-то сотрудники. Мы им просто покажем и мы докажем, как мы это можем сделать. И уже на протестированных... И уже результаты показывают, что у нас все вообще получается. Мы настолько вообще... Вот нельзя мыть вериться, да, офигительно, давайте скажем. Мы вообще просто вообще все красавчики. Я прям каждому благодарен, потому что благодаря вам, благодаря командам и разработчикам мы вообще делаем такой колоссальный продукт. Просто он мощный, сильный. И если раньше мы говорили, что вот будут эти нововведения, выходили, вот в целом, да, как я сказал, что мы вот это хотим сделать, до меня выходили спикеры, и у них тоже куча полезного контента. То есть вы представляете, какая машина по генерации вот этих идей мощной, какие у нас крутые разработчики. Давайте разработчикам отдельно прям поаплодируем. Но, но что бы вы ни думали, ага, там весь год это CPA будет делать, что-нибудь еще-то, что-нибудь там покажет нам. На самом деле я не покажу, я просто расскажу, что у нас не только CPA, это как отдельное направление, которое мы хотим прям сделать максимально в этом году и завернуть в суперкрутую, красивую оберку, чтобы все вау сказали. То есть это еще улучшение платных инструментов, потому что их стало много, надо как-то их оптимизировать. То есть работа с федеральными клиентами, тоже их становится много, надо как-то готовить к этому приложению, чтобы они были в отдельных каких-то, может быть, рубрикаторах, чтобы это было все удобно. Это раньше мы могли сказать, ну вот мы там визуал изменили, сейчас вы не представляете, это компания, федеральные, там, кионы, сериалы, и все ломятся к нам, просто стучат в дверь, разместите нас. Это супер, это лучший результат, который мы могли вообще достичь, но на этом никто из нас не остановится, потому что мы знаем, что мы можем еще больше. То есть таргетирование наконец-то подборки по России появится, потому что до этого таргетинг не имел смысла, так как было их не очень много, этих компаний, кто по России работал, сейчас уже есть. Статистика и аналитика, это тоже планируется улучшать. Я не знаю, Сережа, наверное, потом лучше сказать, а может он говорил, как мы будем улучшать статистику и аналитику. Скорее всего, я говорил, я просто прослушал, так как готовился. И, соответственно, автоподборки 2.0. Это те подборки, которые сейчас на главном экране, мы хотим перенести и сделать более расширенными. Ну, в моем виде, я не говорю, что сейчас просто обычно бывает как, я скажу, а потом разработчик говорит, что нам теперь это делать, что ли нужно? Нет, пока разработчикам мы это не передаем, в моем виде, как должны эти подборки работать. Когда ты заходишь, у тебя красивая картинка, написано, сколько баллов ты получишь. Внизу написано, а есть ли сертификат у этой компании, сразу показано, что можно получить. Может быть, какие-то топовые товары еще вынести, либо услуги. Классно же, да? Ну, есть куда развиваться. Вот это как раз идея, это основные идеи направлять. Не значит, что она там завтра выйдет. Это пока то видение, которое есть у меня в голове, как у директора по маркетингу. Но на этом, наверное, уже все. Все, да? Хватит информации? На самом... Да, большое-большое всем спасибо, всем, кто помогает, потому что таких людей очень много. Когда нужно что-то протестировать, там обращаешься, сразу прям скопом налетает, на ваши вот лица смотришь, они все прям яркие, горящие такие, все такие красивые, огромная прям благодарность вам за то, что вы дали нам такую возможность и Славе дали такую возможность творить без ограничений. Спасибо. Спасибо огромное, Станислав Калашников.